Всем привет! Я Женя Синельников. Профессиональный путешественник. Я объехал весь мир. Побывал в 110 странах. Холодно, капец. И наконец-то начал путешествовать по Украине. Где красиво. И знаете, чем дальше я еду по своей стране, тем больше убеждаюсь – в гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому мы приехали в Одессу. Ах, Одесса – главный порт Украины. Столица юмора, жемчужного моря и то место, куда киевляне приезжают на майские встретить всех своих знакомых. Изначально город назывался Хаджибей. И приблизительно 200 с копейками лет назад Екатерина его перенавала в Одессу. Но это информация из интернета. А вот какая она Одесса на самом деле, знают только местные жители. Пойдемте, порасспрашиваем. Можно вас отвлечь от ваших мыслей на минуточку? Ну пожалуйста. У нас еще не было такой красивой девушки в нашем Блиц-интервью. Нельзя так убрать виноведное Блицо. Почему? Такого это не… Ну… Времени нет рассказывать. Нет. Я ем. Скажите, пожалуйста, вы как местный житель? Боже, что же вы все такие нежные здесь? Вы же… Ты же уже не ешь. А давайте я вам помогу, а вы мне расскажете. Да? Давайте. Утрой театр. Да. Он настолько красивый, что просто… Вот тут в том-то все и дело. Так тяжело ходить. Большой такой красивый город… Вам тяжело ходить. В 82 и я хожу. Дерибасовская – самое интересное. На Дерибасовской. Ага. Дерибасовская. Дерибасовская. Центр – Дерибасовская горсатка. Горсатка. По Дерибасовской походим. Ну что я могу вам посоветовать? Вот Дерибасовскую, что вы там вечно снимаете? Вот я плохо получаю. Ну, конечно, прогулку по Одессе нужно начинать с Дерибасовской. Глеб, ты был на Дерибасовской уже? Да. Да? Да, пару лет был. Я думал, ты не был. Я бы тебе рассказал, что Дерибасовская – это пешеходная улица, которая пропитана ресторанами, отдыхом и весельем. Ну все и так знают это. Если честно, я впервые гуляю по Дерибасовской утром, и в этом есть свой прикол, потому что она свободная. Есть даже места вот в кафешках, ресторанах, полупустые, полусвободные. А вечером будет плотно, как в маршрутке. А почему ты первый раз гуляешь утром? Потому что я в Одессе утром редко просыпаюсь. А скажите, пожалуйста, сколько стоит покататься с вами? С вами? Да. Дорого? А вы только по Дерибасовской катаете? Нет. Или у вас прямо экскурсия по всему городу? Нет. По исторической части. По исторической части. Ну а на сколько дорого? Именно на этой машине две тысячи гривен. Две тысячи гривен. Спасибо. Ножками пройдусь. Спасибо. Хорошего дня. Две тысячи гривен. Вы что, шутите? Двушка. Ого. Блин, это прям прикольно. Взрослые дяди и тети катаются на качельках. Сама пешеходная часть Дерибасовской – это рестораны и кафешки на любой вкус. А если вы не голодны, проходите мимо и попадете в уютный тенистый горсад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Животных не обманешь. Классное место, чтобы просто почивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, вы поняли – красивый сквер с потрясающим фонтаном, цветами, лавочками и огромным количеством ресторанов. С названием САД. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, это будет прикольно. Это классика, жанр. Одесская опера, о ней все знают. Оперный театр, Приморский бульвар. Это Приморский бульвар, Потемкинская леса, соте края. Оперный театр, ну, оперный. Оперный театр. Оперный. От горсада по улице Лонжероновской я вышел к главной достопримечательности Одессы – оперный театр. Уже, ну, как одно из главных. Море – главная достопримечательность Одессы. Мус, ну какая разница? Советовали посмотреть оперу. Давайте посмотрим. Давайте. К одной из главных достопримечательностей. Давайте смотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И знаете, что прикольно? Вот во Львове для того, чтобы посмотреть Львовский оперный театр, мы ходили непосредственно на саму оперу. А тут, в Одессе, специально для таких любителей оперы, как я, можно просто пойти на экскурсию. И не бояться, что ко второму акту заснешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заходи. Действительно, мы иногда говорим не все то золото, что блестит, но в театре все, что блестит – это золото, тончайший слой шоссальных золотых. Зеркало венецианское. Зеркало 130 лет. Очень точное отображение. То есть мы такие, как мы видим себя в этом зеркале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заходишь и хочешь стать оперным певцом. Жизнь моя жестянка, живу я как в болоте, а мне летать, а мне летать. А! Класс! Представляете, как в 19 веке сюда поднимались избранные одесситы со своими избранными дамами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Страшно подумать, сколько это все стоит денег. Мне кажется, если вот так вот сложить стопочками, то будет столько же, сколько и само здание оперного. Безумно красиво. Ребята, если вы не были внутри, обязательно вам нужно зайти и вот потерять свою челюсть. Поверьте, это того стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главная фишка в театре в том, что на любом месте ты слышишь одинаково. Сидишь ты здесь сзади на вот этом вот приставном ряду или здесь на самых дорогих местах. Слышать ты будешь одинаково. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот однозначный плюс экскурсии. Можно побывать на репетиции оркестра, что гораздо интереснее, как по мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мало кто знает, что до изобретения камер люди фотографировались на жабу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребятки, все смотрим в камеру. На три-четыре. Дома лучше. Три-четыре. Дома лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а после оперного, конечно же, стоит выйти на Приморский бульвар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, что прикольно? Это пешеходная улица, но здесь по факту 4 пешеходных улицы. Одна, вторая, центральная, третья и четвертая. Даже пять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и по Приморскому бульвару выходишь, наверное, к главному символу Одессы. К Потемкинской лестнице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лестница, конечно, кинематографична. Чтобы что-нибудь снять. Подумал Сергей Эйзенштейн и в 1925 году снял тут эту легендарную сцену своего фильма «Броненосец Потемкин». А я что хуже, я тоже хочу. Мус, найдешь коляску? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот, интересный факт. Потемкинской лестница стала называться именно в честь фильма и броненосца, а не в честь Потемкина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В новом сезоне я стараюсь знакомить вас с интересными блогерами. Знакомьтесь. Всем привет! И с вами, как всегда, я, Макс Рудодай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Забавную историю нашего случайного знакомства Макс расскажет сам. Все дело в том, что я увидел, как ребята снимают пролетов с дрона. И я решил у них позаимствовать кадры. А это, оказывается, была съемка для Ютуб-канала Орла и Решки. И вот, кстати, один из ведущих канала, Женя. Это тот, который с камерой ходит, если вы не поняли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все не подстава. Еще разок. Что? Повтори. Мне бы нужно пару кадров с дрона. Нет, нет, нет. Что тебе нужно? Кто ты? Я блогер. Я снимаю социальные эксперименты на Ютубе. Да? Да. Здравствуй. Я блогер. У меня сегодня эксперимент. Я кладу стол. Насколько дурадовые продукты. Это колу, воду, сухарики и так далее. Проверяю людей. И я пишу, что это магазин без продавца. Каждый товар стоит 15 гривен. Если у вас есть возможность, вводите сюда деньги. И там есть сдача. То есть люди могут класть, короче. И сегодня мы уже продали, наверное, на гривен 200. Никто не забрал деньги. И все возвращаются. Все возвращаются. Да, все возвращаются. Прикольно. Прикольно. Приезжаем в каждый город, и у нас есть небольшая рубрика. Блогер. Мы ищем заново продвинутого интересного блогера в этом городе. Ну так я почти. А тут вдруг раз, и вот. Я почти, да. Почти. Короче, вот такая ситуация. Вот у нас коробка. Мы ее вчера лепили весь день. А она чуть-чуть подгуляла. Видимо, люди как-то нечаянные. Так. Технология такова. Оп. Все упало. Мы уже на самом деле много денег забрали. И вот проверяем людей. И сегодня все показывают все очень хорошо. Кстати, вот ребята. Опять-таки можете напомнить свой канал? Орел и решка. Орел и решка? Да. Дома лучше. Но даже в тот момент я не особо понял, что за канал. Так бы я сразу поспрашивал острые вопросы. Про золотую карту, про перелеты и страны. Так что, сори, остаемся без резонанса. На канале Орла и решки, вот сегодня ведущий, он говорит, что у них на канале выходит новое шоу. Как называется? Второй сезон уже идет. Второй сезон уже. Так что, ребята. Дома лучше. Так что, вы там даже будем выпуском. Представляете? Подписывайтесь на них, если вы еще не подписаны. И ребята говорят, что мы хорошее делаем. Да, ну правда. Прикольно, интересно, неожиданно. И это не просто какая-то чушь, как многие делают. Хвостики, носики. А здесь есть интересный эксперимент, за которым можно понаблюдать, посмотреть, как реагируют люди. Благодарю. Все, хорошего вам. Давай. Хорошего эксперимента. Надеюсь, не будет хорошо. Нежданчик вообще. Подскажите, куда туристу сходить в городе? Что посмотреть? Городский рынок еды. Мы идем туда покормиться. Привоз. Ну, рынок городской еды, мы на городской рынок еды. На стараконные. На стараконные? Привоз. Стоит идти? Ешь. А что, голодать будете? Короче, рынки, рынки и еще раз рынки. Ну как не посетить, надо? Прикольно. Вы мне посоветовали пойти на рынок. Но дело в том, что в Одессе не один рынок, поэтому пойти не получится. Проедусь. Впереди обзор одесских рынков. Главный рынок Одессы, конечно же, это привоз. Ну что, посмотрим, что же сегодня привезли. Слушайте, я думал, мы сейчас зайдем, и здесь прям колорит вот аж везде-везде. А его еще попробуй найди. Я понял. Вся фишка в том, что мы пришли на новый привоз. А нам нужен старый, аутентичный. Пойдемте искать. Вышел за рыбкой. Колорит, женщины и мужчины. Там, где рыба. Там, где рыба. Спасибо. Низкий поклон. А, о, потерял тебя. Вот это уже больше похоже на настоящий одесский рынок. То есть это нормально пробовать, да, на рынке? Ну конечно нормально, а что ненормально? Да? Как вы купите, не пробуя. А если я попробую и не куплю? Ну ничего, пойдете дальше. Да? Ну давайте, дайте что-то попробовать. Вкусно. А что-то одесское есть у вас? Одесский экифак. Это прямо вот здесь поймано? Да, прямо здесь поймано, здесь готовится все. Дайте нам, пожалуйста, штучки три. Очень вкусно. А что, правда, что вот этот вот старый привоз планируют перестроить? Будет просто обычный рынок, как там. Ну конечно. И будет вот такой вот, как там внутри, безликий привоз. Жалко. 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 Очень жалко. А когда это будет? Ну реконструкцию начинают вроде к новому году что-то такое. Ребята, Ахтунг, у вас есть полгода, чтобы еще успеть на старый привоз. А потом будет просто вот классический обычный рынок. Ну конечно. Скажите, у меня вопрос к вам есть. Говорят, вот эта часть рынка, вот аутентичная, она перестраивается, и сейчас будет вот такой вот обычный рынок, как везде всегда. Не жалко потерять вот этот весь одесский колорит? Конечно жалко. А кто сказал, что перестраивается? А вот люди говорят, что… Обманывают. Обманывают? Обманывают. А что? Ну потому что сто лет работали, и что теперь? В один день все потеряем. Нет, конечно. Женя, может, мы все это сделаем? Можно, конечно. Давайте. Сейчас только я на своем этом найду. Только мне нужен совет. Я хожу по привозу, ищу колориты. Наверное, у продавцов, они тут хорошо. Я слышу, ты задай им какой-то такой вопрос, можно там выбрать что-то. Ага. Они тебя сразу пошлют, как положено по-одесски. Это и есть говори, да? Да, это и есть одесский говори. А что мы творите? А что мы творим-то? А зачем вы это делаете? Что мы делаем? Что мы делаем? Правда, есть пациенты? Давай, сейчас возьмем. Снарядно. Я шучу не снимаю. Ну что там, нахер, да? Не ругайтесь, пожалуйста. Не ругайтесь. Не ругайтесь. Расскажи-ка вам эти *** моржоны. На привоз приходите без камеры. Видишь, здесь плохо реагируют на камеру. Еще прикольно, что ходят туристы. Много туристов, иностранцев с фотоаппаратами, ходят, наблюдают, пробуют, кайфуют. Это прикольно. Знаете, что мне напомнил привоз кубинцев? Которые до безумия радостные, улыбчивые, все хорошо, но как только появляется камера, они становятся максимально агрессивными. Потому что они все исповедуют вуду, а вуду считается, что когда ты фотографируешь или снимаешь, ты воруешь кусочек души. Такое ощущение, что на привозе тоже вуду. Не менее легендарный и интересный рынок Староконный. Ну что, пойду куплю старого коня. Староконка – это одесский блошиный рынок или попросту барахолка. Тут можно купить все. Или просто погулять и посмотреть. Камеры ищу. Слушайте, ну рынок прям огромный. Я не знаю, он занимает кварталов 10, наверное, 15. И он такой вот разношерстный. Знаете, здесь вот игрушки, обувь. Тут посуда, антиквариат. Тут вот секонд-хенд. То есть нужно, чтобы вот найти какую-то кинокамеру или что-то, какой-то вот классный артефакт, нужно походить, побродить, поискать. Первый пошел – 300 гривен. Это гоупро того времени, да? Ха-ха-ха. Экшн-камера. Ребята, 300 гривен. 300 гривен стоит старая камера, которая реально работает. Обтюратор двигается. А-а-а, магия. Вау, класс. Это 8 миллиметров, да, или? Это вот. Аврора. О боже мой, я такой даже никогда и не видел. А если я ту возьму, дадите эту в подарок? Класс, давайте заберу. Тяжелая, да, прям такая увесистая. Она килограмма 4, да, не, наверное, больше прям. Брать еще одну? Давайте. Давайте. Тяжелая. Тяжелая камера. Класс, спасибо большое. Вот теперь я абсолютно счастливый человек. Ребята, посмотрите, какой улов. Реально, какой улов. Чтобы вы не думали, что только я такой больной на старую войну. Я просто люблю пить кофе из большой чашки. Да. Городской рынок еды для всех изголодавшихся. Если коротко, то городской рынок еды – это два десятка разных заведений под одной крышей. Почему пришли кушать сюда? Почему на рынок? Потому что здесь много разнообразия. Здесь можно из разных заведений взять все, скомбинировать. Потому что обычно приходит в заведение, там нет чего-то, что ты хочешь. А здесь как бы отсюда одно собрал пазл. Прикольно. Фигурек и плов. Вначале я хотел выбрать, что я буду есть. А теперь я решил, я возьму везде по чуть-чуть. Вот мне какую-то маленькую порцию лосося. Все время тут у вас, да, такие тусовки большие? По выходным побольше. По выходным побольше, да. То есть сейчас, когда все занято, это немного. Под вечер, мне не понравилось. Мейк бургерс грейт аген. Должен быть бургер Обама. Есть у вас бургер Обама к этому слогану? Нет он? Свежаак. Вы специализируетесь на фрешах, правильно я понимаю? Соки. Шнек-как... Шнек-как... Что такое шнек-кактейль? Ну, это новое такое ноу-хау. Шнековая спележималка, она работает по принципу мясорубки. Ага. И много полезных свойств сохраняется в фрешах. Не так лифузный, там просто филеет, и оно выглядело. Название сильный, счастливый, стройный, крепкий, ловкий, смелый. Я хочу быть счастливой. Ананас, кинза, лимон, имбирь. Скидочек. Класс. А что вот... Что нужно сказать, чтобы получить скидку вот ребятам? Прийти сюда в свежак и сказать? Свежак. Свежак. И будет скидка? 10 процентов. 10 процентов. Ребята, вот так вот я расскажу вам тоже скидку. Всю жизнь думал, что хот-дог, а в Африке хот-дог. Вот есть мексиканский, техасский, Нью-Йорк. О, это интересно. А дайте мне, пожалуйста, самый вкусный, самый прикольный хот-дог ваш. Попробуйте чизи-визи. Он сырный, но там также есть и сосиски. Давай, чизи-визи? Давайте, давайте. Очень удобно. Ну, то есть ты не сидишь, не ждешь. У тебя вот выдают такой вот причиндал, когда твой заказ подготовят и приготовят. Он просто начинает вибрировать и ты приходишь его забирать. Красиво выглядит, да? Хи-хи-хи. Я готов. Хороший, свежевыжатый сок. А вот это вот коктейль счастья. Пробуем. Слушайте, не обманывай, он действительно, он другой. Это не свежевыжатый сок, это что-то другое. Очень крутой. Сок. Зачет. Он прям огромный. Была, не была. Пока не была. Была, не была. Хорошая сосиска. Жирненькая. Вот это что внизу такое. А, это помидоры. Очень много сыра. Он прям такой сырный-сырный. Булочка, знаете, на что похоже? На хот-дог в Нью-Йорке. Она вот такая поджаренная чуть-чуть, хрустящая. Не так, как обычно. Вот сама булка мягкая. А хрустящая багетина. Я не заряпался? А что же выделить перчатки? Нам нужно придумать еще, конечно, какую-то такую накидку на лицо, чтобы только прорезь для рта. Короче, хот-дог тоже зачет. Самый увезливый лосось. Ммм, вкусно. Но в Японии вкуснее. Как нам сегодня сказали, главная фишка этого заведения то, что ты можешь миксовать блюда из разной кухни, из разных заведений. Это же действительно правда фишка. Но суши с хот-догом как-то не очень. На море, например. Ладжерон. Там нудистский пляж, конечно. Нудистский пляж? Да. Понятно, что там полы и жопы там не самая. Там самая чистая вода. В общем, нудистский пляж – это, конечно, хорошо. Но снимать там точно не получится. Поэтому я приехал на центральный пляж Одессы – Ладжерон. Приехал на… Приехал на… Тир-лим-бам-бам, тир-лим-бам-бам, а гном пришел купаться. Надо признать, что вот здесь вот возле дельфинария очень даже и очень зачерная набережная. Дерево, люди загорают прямо на дереве. Фонтан, смотри какой. Прикольный. Худ-корт. Надо идти на безлюдные пляжи, а таких мало. А именно, какие ты знаешь? Никаких. В том-то вся и беда. Потому что их знают только одесситы. О, а вот и песочек. И тут, конечно, людей немножечко побольше. Хрустящая пахлава. Трубочка со сгущеночкой. Черноморская хиверочка. Если честно, мы специально ехали в Одессу в сентябре. Ну, думали поменьше, народу будет попроще. Ага, где уж там. Ну да ладно, места в море хватит всем. Даже мусу. Поначалу было прохладно, но сейчас прям очень хорошо. Глаза не хочется под воду открывать. А тебе как море? Ну, оно родное. Я тут уже не первый раз. Даже на этом пляже. Ну, и я не первый раз, но... И на этом пляже? Нет, на этом нет. А-а-а. Поэтому мне в этом море очень нравится. Да? Ну, а в сравнении со Средиземным? С красным, мертвым? Нет, ну, Средиземным я бы попался. Ну, я бы не знал, что там сильно. Да, там что-то иначе. Там по-другому. Там по-другому? Да. Да. То есть, нельзя сказать, что у кого-то просто по-другому. Каждое море по-своему, как бы, хорошо. К нам пока был суток, поэтому... Одессе явно лайк. Одессе однозначно лайк, ты что? Конечно! Очень мелко. Очень мелко. В каждом городе я знакомлю вас с интересными людьми. И в Одессе познакомлю. Декоммунизация шагает по Украине. Ленинопад повсеместный. А вот в Одессе живут талантливые и интересные люди. Поэтому здесь Ленина не просто снесли, его взяли и превратили в Дарта Вейдера, друзья. Дарт Ленин или Владимир Ильич Вейдер. А вот эта самая рука, легким движением которой отец нации превратился в отца Люка Скайуокера. Знакомьтесь, друзья, это Александр. Довольно-таки странный, креативный и безбашенный человек в хорошем смысле этого слова. Да? Голову забыл опять, да? СМЕХ Скажи, пожалуйста, как пришла идея? Почему Дарт Вейдер? Почему не просто его сбросили с Ленина, да и все? Это вынужденная ситуация. Просто, во-первых, его было жалко, он был медный. Во-вторых, это и правда история еще неизвестно, когда поменяется очередная ветка власти, к чему мы придем. В принципе, это был хороший конструктив, на который можно было прицепить что-то новое. Поэтому мы его законсервировали костюмом Дарта Вейдера. Теперь прикольно, что внутри именно этой конструкции есть вожить нашей предыдущей нации. И получается, что идея москульт-американская съела социалистическую. Слушай, классно, действительно. Масс-маркет американский съел масс-маркет советский. Да. Мы познакомились в 2015 году, да, на Бернинмэне? Да. Четыре года назад. Ты просто взорвал, вообще ты взорвал мне мозг своими детьми. Вот взрослыми, которые сидят обижены друг от друга, а дети внутри тянутся к друг другу. Я помню, это была одна из первых работ, которая вот прям… Блин, смысл. Блин, какой смысл. Е-мое. Ты рассказывала, что вы там, если я не ошибаюсь, квартиру продали ради того, чтобы участие, чтобы все… Ты не жалеешь о том, что ты влил огромное количество денег вот в искусство, которое там где-то в пустыне простояло и как бы… Это же самые дешевые затраты на рекламную кампанию мировую, которые мне пришлось до этого делать, ну, рекламисту. Это была редкая удача, конечно, это вообще невозможно было спрогнозировать, и плюс эти деньги были, ну, как… Опять ситуативные, ну, то есть их можно… могло быть и не быть вообще. Вот, поэтому, слава богу, что все произошло, просто по цепочке сложилось, и сейчас у нас значительно другой, ну, как… Масштаб, наверное, мышления, потому что оно расширило сознание и дало возможности намного больше, чем мы на тот момент положили. Вот ты выступаешь за то, что не сы в компот делай, вложи последние силы, и оно выстрелит. Нет, вообще нет. Тот период совершенно другой. Это я с женой никак не мог развестись, понимаешь? Это памятник моему развалу отношений. Я вообще не был скульптором до этого. Это мы просто, ну, перед этим сделали маленький эскизик, а когда была вариация поехать на Бёрн, сделали большую конструкцию, и на это были просто деньги. Вот, можно было потратить или так, или так. Но я же художник, как бы, в принципе, мне, ну, мало кто в жизни что-то дарил, знаешь, и мало когда были такие ресурсы для масштабного, ну, как это, волеизъявления, изречения. А это был прецедент. И, конечно, там внутри что-то жало. Хотя, если честно, это был монет. Мы кидали монету вечером, и она просто легла. Правда? Правда, да. Просто орел или решка? Так и есть, кстати. Так и есть, да? Да, 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 да. Прикольно. Ты прозвучал очень громко на том Бёрнинмене, и это было прям... Вернулся в Украину. Был какой-то вот фидбэк после Бёрнинмена здесь? Вот как-то вдруг чиновники сказали, боже, ты талантливый делай. Нет, 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 с этим не было ничего вообще. У нас просто получилось сразу найти человека, который заинтересован был в дальнейшем там продвижении себя и меня. И мы нашли в едином прорыве вот эту вот затею с Архангелом. А огромный с крыльями, который с мечом сидит на крыше. Который размером со статуей Свободы. Покажешь? Конечно. Да, прикольно оно что выглядит. А где Саня? Мне очень нравится. Если есть безнадежные дураки, значит где-то должны быть и надежные. Ха-ха-ха. В каждом выпуске мы определим среднюю цену борща в городе. Я найду самый дорогой и самый дешевый борщ. Попробую их и поделюсь с вами своими впечатлениями. Ну что, поборщим? Попытаем удачу в буфете-столовой-чердак. Сколько здесь стоит? Скажите, пожалуйста, а есть у вас борщ? Борщ, да, добрался. А сколько стоит он у вас? 27 гривен, да? Спасибо, мне дорого. Спасибо. Ну какой же самый дешевый борщ за 27 гривен? Слушайте, а вот с дешевым борщом прямо проблема. 33 гривны, 44. Самое дешевое, что пока удалось найти, 17. Но это все равно дорого для самого дешевого борща. Едаль на профспелок. Девимось. Глеб, пойдем, 14 гривен. Пойдем кушать, пойдем. Запах столовой сразу же. Самый дешевый борщ, который мне удалось найти. Столовой профсоюзов. 14 гривен. Слушайте, красиво наваристый такой вот он. Хороший, по цвету совсем не столовский. Крупная капусточка, крупная морковка. О боже мой, что это? Ааа, это просто серая картошка. Мне показалось, что это мясо. Ничего себе. Ладно, пробуем. Очень даже неплохо. Совершенно не похож на столовский борщ. Совершенно не похож. Скажем так, не очень вкусный домашний борщ. Ммм. Мне очень достойно. Ой, наелся. Спасибо. Пойду есть, теперь дорогой. А самый дорогой борщ я нашел в ресторане «Дача». Ребята, 208 гривен. А с другой стороны, чего удивляться? Подается с пампушками, сметаной, перчиком. И этого борща целая кастрюля. Вкусный борщ. Прям вот чувствуется, что вкусный, дорогой, хороший борщ. Но он до такой степени сладкий. Мясо. Мясо прям нежняк-нижняк. Оно... Вареная часть. Прям вот ты ее не жуешь, а прям вот так вот, как пюрешечку чвякаешь зубами. Ой, хорошо. Сметанка. Знаете, друзья, вот если сравнивать два одесских борща, дорогой и дешевый, я бы предпочтение отдал дешевому. Он не так вкусен, как этот, но в разы дешевле. Слушайте, меня, если честно, удивило, что в Одессе такие дорогие борщи. И я решил погуглить, в чем дело. Оказывается, продуктовая корзина для приготовления борща в Одессе самая дорогая в Украине. Поэтому ничего удивительного, что здесь борщ дороговастенник. Катакомбы. Катакомбы. Обязательно. Классно? Катакомбы, да. Катакомбы. И катакомбы? Да. В Одессе. А чем не используется место? Катакомбы. Катакомбы находятся в гараже. Правда «Орел и орешка» уже был здесь? Да. Это Андрей Бедняков? Точно. А я лучше. Да. Ну надеюсь. Посмотрим, как будет. Пойдемте. Я покажу глубины этого гаража. А как так получилось, что прям вот вход в катакомбы в гараже? Проходит наш объект Маскиров. Вот сегодня судей многие люди в организме все-таки думают, что здесь это будка, это трансформаторная будка. Ага. И когда видят людей в защитных шлемах, считают, что это Одесская облэнерга проводит какие-то учения. Буквально где-то в прошлом месте подходит бабушка, здесь место, она довольно-таки пригодный клеток. У меня такая подходит и спрашивает, скажите пожалуйста, я посчитал и там зашло 86 человек, где они там все разместились. Да, сидят в гараже 86 человек. Туристы так и норовят куда-то там убежать вдаль. На что мы их отговариваем, если вы уйдете вправо-влево, здесь действительно можно куда-то еще ниже провалиться. То есть экскурсия, да, это далеко не все и все катакомбы, которые есть. Это самая малая часть, вот эта система, где мы с вами гуляем. За 30 лет, сколько разрабатывалась шахта с 1850 по 1880, здесь нарыли 86 километров. Ну 86 километров, это же под... Нет, это только вот эта шахтная система. Более 100 независимых шахтных систем, которые идут в окрестностях старого города по периметру. Это запутанная система лабиринтов. Резали камень, впоследствии здесь строили эти сооружения. И поэтому система прохода получилась очень-очень запутанная. Мы зайдем на инсталляцию бандитской малины. Вот подобных местах, как бы, да, там еще организовываются воровские сходки. За подобными столами эти бандиты могли собираться. Там было что покушать, что выпить, но у нас только деньги. В 1917 году, когда революция началась, в общем, монетный двор стал, не хватало денежных знаков. Что в Одессе решили? Ну, если денег не хватает, что с ними надо делать? Нарисовать. Поэтому и нарисовали, и в Одессе выходит разменный билет города Одессы, 1917 год. У нас вот сохранилось, а есть 10 в нашей коллекции. 3 рубля вот такая вот, это тоже разменный билет города Одессы. То есть эти деньги ходили только в Одессе. И вот здесь у нас когда-то, я люблю это место показывать, ключевое слово, была 25-ка. Так как место малина, это криминальное место, да, люди, которые сюда приходят, довольно входят в роль и что-то хотят отсюда, в общем, стырить по карманам. Бывает, там дети пихают мелочь, еще там что-то. И так наша 25-ка с кем-то и ушла. Кто-то ее подрезал красиво. Такое вот и происходит порой. То есть это в основном детей и беспризорников обучали воровскому искусству на подобных вот тренажерах. То есть надо было изъять содержимое кармана так, чтобы не звенел колокольчик. Здесь аккуратно, голова довольно низко. Это я уже почувствовал. Ох! Вот так вот выглядит именно действительно старая шахта. То есть периодически тебе приходится идти на полусундке или вообще пробираться по полусундке. Вау! Какая большая комната. Этот зал, мы его назвали одесский. У нас там частые банкеты проходят, какие-то симпозиумы, слеты подливщиков, доклады, конференции. Подождите, то есть можно катакомбы арендовать на конференцию? Ну не совсем катакомбы, а именно наш зал. Именно вот этот зал. Именно наш зал, да. И для вечеринки хочу отметить день рождения. День рождения. Музыку и радовался. Вот это вот саммит симис. Друзья, впереди новый год. Придумал, где будешь его праздновать? Дома с родителями, может быть, на Майдан? Приходи сюда. Вот это будет реально неожиданно. О, пулемет. Да, это имитация партизанской стоянки, да, и как бы вот баррикада такая вот с пулеметом Максима, которая была именно в этой системе Ка-24 в 1941-1942 году. Судьба этой группы очень драматичная. Это был спецотряд НКВД. 19 человек, когда здесь уже было выяснено, что их предали, что они заблокированы. Внутри коллектива начинается такой раскол. Часть отряда предлагают все-таки выходить на поверхность, уходить на север области. Другие возражают. Командир расценил вторую, как бы, оппонентную группу, да, как малодушие и саботаж. В общем, по закону военного времени он их расстрелял. Нахождение подобных условий в стрессовых ситуациях влияет довольно паубно. Человеческий псих, то есть люди начинают чуть-чуть сходить с ума. И, скорее всего, это здесь и разыгралось. Спустя год группа полностью самоликвидировалась. В общем, они друг друга перестреляли. Здесь выжил один человек, просидел здесь 9 месяцев. Просидел один в катакомбе? Да. Обалдеть. В декабре 43-е он вышел на поверхность. В общей сложности просидел под землей 25 месяцев. Вы знаете, в этом начале мы спустились сюда. Было прохладно. Ну, как бы, терпимо. А вот час погуляли, и прям реально я чувствую, как мы все отсырели. Вот оно прям стало пробирать это... Вот этот мороз как-то аж... Чувствуется прям, как они здесь просидели 25 месяцев. Это, конечно, не парижские катакомбы, где идеально гладкий пол, где вот ты идешь и чувствуешь себя богатым туристом. Но этим они интересней. Здесь прям вот трушно. Вот просто гробовая тишина. Ничего не слышно. Ни птичек, ни ветра, ни дорог, ничего. Смотрите, какая интересная логика. Обычно бросают монетку, чтобы сюда вернуться. Но так как мы находимся под землей, то здесь все наоборот. Правильно я говорю? В зеркальном отображении. В зеркальном отображении. Значит, мы бросаем монетку, чтобы отсюда удалось выйти. Верно говорю? Да, чтобы я не забыл, куда идти. Ну, с Богом. Если честно, я прям совершенно случайно узнал об этом интересном месте. Место называется Худ-комбинат. Это мастерские, где каждый сам себе хозяин. И где там плюс-минус преследуем какие-то общие там творческие, культурные идеи. И здесь работает мастерская драгоценный пластик. Мы занимаемся тем, что принимаем у людей пластик. Бутылки. Крышечки. Крышечки. И перерабатываем, делаем какие-то вещи. Это все чистый пластик? Да, это все крышечки. Полок рисовал за миллионы денег. Вот это вот прям вот полок. Вот такие листы режем на доски. И потом эти доски из них скамейки получают. Вот чтобы сделать такой лист, это сколько крышечек? 4 килограмма. Ну, 4 килограмма крышечек это вот так, да? Это да, где-то так, как ты показываешь. Это мешок средний. Очень прикольно. Приблизительная цена лавочки. Вот так, чтобы купить. Вот это где-то 14-16 тысяч кривен. Здесь, конечно, работы. Мама родная. Они хотят крышек расплавить, спрессовать, почистить, порезать эти листы. Ну, конечно же, я тоже захотел что-то сделать. Блин, это такая прикольная штука затягивающая. Тан-тан. И в печь. Какая температура нужна? Это 160 градусов. По сути ведь это же можно сделать у себя в духовке на противень, на сковородке. Положил пробки и вперед из песни твори. Вот эту штуку можно сделать дома в сковородке. Очень стильно и интересно выглядит. Но сидится просто как на стуле. Не чувствуешь, вот папа не чувствует, что вау, это переработанные крышки, что ты сейчас сидишь и делаешь хорошо природе. Просто сидишь. Ты можешь меня снять так, чтобы у меня не были красные глаза? После этого нужно дать остыть. Я, если честно, немножечко даже волнуюсь. Это второе, что я сделал в своей жизни. И этим я горжусь не меньше, чем кораблем в Харькове. Такое не каждый может осилить. Все, называйте теперь меня современным художником, который работает в стиле... Какой стиль? Пластикарт. Пластикарт, спасибо, Мусь. В стиле пластикарт. Я счастливый человек. У меня руки растут из того места. Я лично часы умею делать. Какие вообще по-хорошему больные люди. Ну вот по-хорошему, да, вы немножечко сумасшедшие. И это прикольно. Прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дворики походите, погуляйте, посмотрите. Ну я бы взял, пошел бы, походил бы по дворам. Во дворы заглядывайте, где посмеете, где поплачете, извините. На Молдаванку сидите. Смотрите, старая Одесса. Если честно, я с детства слышал про легендарные одесские дворики. И, как говорят одесситы, настоящие дворики остались на Молдаванке. Друзья, дискриминация? Значит, улица Мясоедовская есть, а вегетарианской-то нет. Привет. Ты тут живешь? А можешь открыть? Не, не пускают? Интересно, как там у вас в дворике. Себека. Понимаешь ли, научен уже. Ты здесь живешь? Да. А можешь открыть? Нет. Явно я не первый с такой просьбой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие-то вот в одесских двориках прям свой микроклининг. Дима, ты как-то заходишь в этот колодец, и уже не слышно города, машины не слышно. Уже слышно, как гавкает собака. Как вот кот что-то лезет. А это дома лучше мы снимаем. Орел и решка, знаете программу? Есть такая. Вот, а теперь вот поездили по миру. Теперь ездим по нашей Украине и говорим, что дома у нас лучше. И действительно вам так показалось? Таки да. Таки да. Где-то, то есть, кузо, чем у нас дома, да? Да, очень много мест, где хуже, чем у нас дома, однозначно. Проблема только в том… Ой, не снимай. Классно, вот классно, внутри дворика своя атмосфера, вот прям своя семья. Смотри, все смеются, все прикалываются, класс. Ну не снимай. Брызгай. Как вам нравится, летом за снег мы платим. Да. В смысле? Да. Это как? Берут платежки за снег. Да? За год и снег. Смех. Смех. Ну нет уже снега, действительно, чего жаловаться. Смех. Да. Слушай, ну они послушаем. Смех. Скажите, а сколько вас здесь живет во дворе? Три-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Все друг друга знают, все друг друга… Да. То есть детвора друг к другу ходят, прям большая семья, правда? Да. Спасибо, пока. Пока. Пошли. Пока. Пока. Блин, это вот непередаваемое чувство, когда тебя внутри аж от эмоций аж распирает самый банальный элементарный двор. Просто вот местные жители, которые заряжают до такой степени своим позитивом. А, тут уже люди умные, видишь, здесь уже магнитный замок. Тут уже так просто не попадешь. А что, уже не то, да, дворики не те? Ассимуляция происходит, а им не надо это. Да? Заезжают новые жильцы, да, и… Да. И все, это пропадает. Значит, собирается в день рождения, в день свадьбе… А можно зайти посмотреть? И что, правда, вот как раньше, как в фильмах показывают, да, все вместе собирались, праздновали? Простил. Ра-а-а-а-а-а-а-а-а. Ра-а-а. Вот что это да не стояло? Самая гарня я стоит… Просто попадаешь, как в совершенно другой мир. Там машины, шум, гамм, сюда зашел – тишина. А мы просто гуляем, зашли к вам в дворик. А через наш двор в старое время здесь полностью шла контрабанда. То есть это был двор-склад, а там был ресторан. А тут был вход в катакомбы? Нет, здесь в каждой квартире есть. Вход в катакомбы? Класс. А вот сейчас в жизни, не для туристов, вы носите столы, садитесь вот так двором? Обязательно это традиция. А как же ощутить душу? Просто лето. Уже не до такого масштаба. Тут уже все собралось. Столы от начала двора шли до конца. А так там пора было. Обалдеть. И все было в столах. Сколько человек живет в этом дворе? В Габаре? Ну, немного. Все же уехали по всему миру. Здесь раньше в основном евреи. 80 процентов было евреев. А мы все потихонечку рассосались. Ну, 40 квартир. Осталось... Осталось... Осталось две квартиры. 200 человек. Да. Как тут? Все нормально? Пока да. Да? Там будет видно. Ну, что, прорвемся. Все будет хорошо. Просто деревянная лестница. Вот смотрите. Здесь уже видно современное. А дальше вот просто деревянная лестница наверх. Класс. Вообще, получается, просто вот одесские дворики, по сути, это конгломерация таких частных домов. У всех есть свой выход, у всех есть свой двор. Соседи ближе, чем родственники. Живем же вместе. Шкуру трем всю жизнь. Друг под другом. Здесь Жора уже третье поколение. Он еще тренировал моего отца. Мой отец здесь жил. Я раньше карата занимался. И он тренировал еще моего отца. Потом я сюда переехал, как бы, и начали жить. И уже тут как третье поколение. Еще мою бабочку и прабабушку. Да. В общем, это дружно очень живем. Все уже знаем всю жизнь. Круто. Сохраняйте это, друзья. Сохраняйте. Это осталось только в одессе. А вы снимайте свою программу. Она вообще классная. Спасибо. Хорошего дня. Всегда рады. Пока мы гуляли по дворикам, нашли один, ну, очень интересный. Тут прям лабиринты с белья. Вы находитесь теперь в первом в мире одесском дворе со сценой. И у нас мечта, чтобы каждый одесский двор имел свою вот такую тематику. У кого-то будет рыбацкий двор, у кого-то двор театрно-бойлерный. У кого-то еще какой-то йога-двор. Ребята, немножко объясню. Митя просто фанат дворов одесских. Человек, который сохраняет, улучшает. Митя, подождите секунду. Что вы скажете насчет такого? Нормально такое? Да, так не так. Все, так делаем. Все, давай, извини. Да, ничего. Ваня, что ты мешаешь людям работать? Сосед или что? Да дай мне человека что-то спросить. Сосед или что? Это добрососедство. И мы выводим это все бах на позитив. Понимаем, что мы все разные, мы клахные. И вот этим всем наслаждаемся. А на все это вдохновила вот эта стена. Со Второй мировой стоит, разбомбила бомба. Мы чуть-чуть выгребли мусора. Но мусор помог. Выросло дерево красивое. Отменяйте что-то так, надо ключик сильно. Ключик? Ключик очень. Хорошо, что это значит. Здравствуйте. Дайте уже ключ человеку. Ну какой-то ключ. Да дайте ключ, Биб. Да любой дайте. Отверха дайте. Спасибо, извиняюсь. Да, вождение учат. А как они ссорятся с соседями и делают что-то интересное, кроме там клумбы? Про соседей думаем. Потому что соседей, знаешь, как говорила моя покойная двоюродная сестра Фира. Не выбирай себе квартиру, выбирай себе соседей, потому что тебе с ними жить. Стены можно отремонтировать, соседу голову никогда. Ты все время рассказываешь. Что, все надо, то рассказывай. Леня, я бы на твоем месте уже продвинула наше видео в YouTube. У него бы уже забрала камеру сначала, а потом ему отдала. Монетизацию в норадьбе. Поехали. Интересно, прикольно, неожиданно. Вы знаете, в мое время не было инстаграма. Мы здесь соседи все, друг друга знали в лицо. А я это знаю только по селфи. Сходим в этом дворе. Сумасшедший двор. Сумасшедший двор. Идите постирайте вместо меня. Боже мой, чтобы мне в 12 часов ночи двери не выбивали, что я вам что-то должна. Ты что на деньги играешь? Вот это вот количество людей во дворе, это нормально для мероприятия? Это не много людей? Нет. Бывают мероприятия, которые действительно собирают много людей. Особенно когда одесский нюанс, когда есть что покушать. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Идите, идите! Пока мы фоткаемся, я увидел, что происходит главное. Глеб, слушай! Наконец-то! Наконец-то! Значит гуляем дальше. А еще, пока бродили по Молдаванке, нашли настоящую гадалку. А сколько денег? Ну ладно, окей, давайте. А на кого вы хотите погадать? Погадать на короля! Ой-ля-ля! Ой-ля-ля! А на что можно? На вас! Друзья! Давайте, конечно! А вы трефовый! Я трефовый? Да, давайте. Я не очень... Это вы новый ведущий? Ну да! А, класс! Боже, мне хоть надо было накраситься, молодой человек! Я такая стрёмная, как атомная война! Да? Нет! А почему вы пришли на Богдана Хмельницкого? А мы ходим, заглядываем в одесские дворики. Сказали, что здесь самые... Это вы бедные, да, походу? Ну, типа того. Ну, со ста головами в Одессе можно привыкнуть. А знаете, кто приходил этот бедняков на привоз к нам? Ой! Мы его так угощали и клубника, и все. В данное время у вас есть девушка. Червовая. Рядом с вами мужчина. Ох, вы денежки любите! Я денежки люблю! А кто не любит? Вы не верите женщинам. Перестали им верить. Работа будет неплохо у вас идти. До поздней дороги, а то и длительно. Кто-то за вас хлопотает, чтобы у вас все было хорошо. Мужчина. Мужчина? Ага. Мусик, дай пять. Красавчик мой. Продюсер. Продюсер, да. Вы хотите, чтобы он был? Конечно. Я вижу. Да. Вы обожаете секс. Для вас очень важный секс. Ну да. Вы себя ассоциируете только с сексом. Это правда. Это правда. Это правда. Это правда. Тихо. Я меня аж в жар бросила. Пока мы все весь в работе. Карта неплохая. Все хорошо. Класс. Спасибо. Здоровье. Зарядили на позитив. Честно? Да. Карта неплохая. Все хорошо. Еще ему сейчас заплатят. Работа будет. Жить буду долго. Лежите с этого мужчины. Обязательно. А когда? Это ютуб. В интернете. И ты сего. Он очень классный. Боже, это в начале казалось просто каким-то бредом. Женщина сидит и тупо точку в точку в точку в точку в точку. Ну что, друзья, пришло время для нашей постоянной рубрики «Выбор таксиста», где мы просим таксиста отвезти нас в лучший ресторан города. Ну а раз у нас сегодня такая необычная программа, ну правильно же, не рынок, а рынки. Соответственно, у нас будет не выбор таксиста, а выборы таксистов. А не сладь. Добрый день. А вы скажите, вы свободны? А отвезете нас в лучший ресторан? Гостеприимно. Что говорит? Факт тебе хочет показать. А вы свободны? Отвезете нас в ресторан какой-нибудь хороший покушать? Я вас возил, кстати. Когда? Ну, не понятно. Куда вот. Точно не помню, но возил. Такое возможно. Да. Посоветуйте хороший ресторан. Какой вам? Рыбный, одесский. Рыбный. Да, суши не хочется есть. Есть ресторан рыба? Да. Топчик? Ну, нормально. Давайте. А что, как город в последнее время живет? Туристов много? Есть много. Вау, красиво как светится. Покажи, Глебчик, подъезжаем. Посоветуйте, пожалуйста, ваше фирменное блюдо – рыбу хочется. Супертоповая Сибас, Дорадо, Стерлить. Это каждый день приходит, все свежее. Да? Стерлить звучит как ругательство. Давайте Сибас. Сибас. Да. А есть что-то одесское? Барабулечка. И форшмак. По-моему, шикарно звучит. Мальчики, что вы будете? It's up to you. Ну, а теперь наша постоянная рубрика… Рубрика. Ну, а теперь наша постоянная рубрика – полистаем же меню. Вот открыл на первопопавшейся страничке, уже вижу блюдо стоимостью 1298 гривен. Лобстер фаршированный. Тут не дешево. Креветки – 2687 за 200 грамм. 200 грамм. Морепродукты – 4395. Выглядит вкусно. Глеб, ну пожалуйста, ну не томи, так пахнет вкусно. Умоляю тебя, снимай быстрее, снимай рыбу, хочу есть ее уже. Друзья, что вам сказать? В рыбе реально очень вкусная рыба. Сибас – зачет. Вам нравится, что вы заказывали? Да, сибас такой. Как так? Я пока что не сказал, что это самый вкусный сибас в мире. Мы-то одесситы знаем. Ага. Застыдили меня. Буду просто есть. Дорогой таксист, спасибо тебе, что ты привез меня в этот ресторан. А за сибас – откровенный спасибас. Ну да, бомбический. Друзья, выбор таксиста – продолжение. Поедем в самый лучший бар. Здравствуйте. Подскажите, вы свободны? Нет. Занят. Подскажите, вы свободны? Нет. Не? Я не снимаю. Если не хотят, чтобы их снимали, наверняка что-то нечисто. Хотя я ничего не говорил. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вы свободны? Ответь… Не. Я вам не подскажу. Не подскажу. Ладно, спасибо. Но это уже не просто нет. Это уже… Да, но что значит хороший бар? Казалось бы, одесситы должны быть веселые, легкие. Давай, поехали. Но нет. А подскажите, пожалуйста, вы свободны? Отвезете нас в хороший бар? Мы это сделали. Оп. Понеслась. Если вы в баре хотите, подороже, подешаю. Получше. Гранат. Давайте попробуем. Что, как вообще Одесса? Норм? Пойдет. Нормально. Красиво тут у вас. Красиво. Красиво, но уже за всю жизнь немножко надоедает. Хочется другого шутка. Это хорошо. Девушам здесь много красивых. Это… Да. Ох ты, Дерибасовская красиво вечером светится. А мы вышли только днем по ней прошлись, а ночью прям красота какая. И все забито, все в толпах. Прикольно. Люди вон на улице гуляют и внутри все занято. Что ж, посмотрим, что за фрукт этот гранат. А посоветуйте нам какой-нибудь коктейльчик вкусный. Давайте я вам предложу то, что будет модно в Лондоне. А что это будет? Он будет раскрываться с каждым глотком по-новому. Вначале он будет крепкий, с каждым глотком все слажее и слажее. То, что модно в Лондоне. Ммм, горько-крепкий. Да, и вот самый прикол бы будет, что потом, когда вы где-то до средины дойдете, он уже будет более слажей. Очень вкусный коктейль. Если честно, бар не лучший. Так, на троечку. И людей нет совсем. Все-таки плохая мысль спрашивать таксистов про бар. Надо смотреть, где люди сидят. Вот, наверное, хороший бар. Пойдем зайдем в бар. Вот это явно популярный бар. Дайте, пожалуйста, самый вкусный, самый прикольный фирменный коктейль. Окей. Да? Класс. Вот, вот модный, клевый бар. Это видно сразу же, да? Вот просто по количеству людей. По количеству барменов работающих. Как показала практика, таксисты не очень разбираются в барах. Больше выбор таксиста бар снимать не будем. Блин, а люстра какая прикольная. Спасибо. Знаете, друзья, в барном искусстве вот визуальная составляющая не менее важна, чем в кулинарии. Но гораздо приятнее же пить коктейль из кокоса со льдом с цветочком. Ммм. И вкус. Хорошо. Ты все время меня снимаешь. Мне весело, я пью. Как вы понимаете, закончить одесский выпуск вечером у нас не получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время завтракать. Выбор таксиста продолжения. Добрый день. Добрый день. А вы свободны? Да. А отвезете нас позавтракать в хорошее заведение? В хорошее? Ага. А чего нет? Отвезете? Ну. Ну, супер. Ну, я не знаю сейчас, где какое заведение работает. Сейчас восемь, пол восьмого. Пол восьмого. Да. Еще, наверное. Да. Привет. Ну, почти. Ну, можно на дереващик отпустить. Давайте. Поехали. Поехали. Супер. Супер-пупер. Едем. Завтракать. Потому что после вчерашних бара не надо об этом. Не надо об этом вспоминать даже не хочу. Как в Одессе вообще? Жить можно. Каждый где-то кормушку какую-то нашел и потихонечку живет. Фух. А едим. Есть мужской завтрак так называемый. Подарок лат и капучино от лоджи американо с молоком либо без. Не вопрос. Вот он как выглядит. А вот я вижу завтрак для джентльменов и завтрак для леди. Вот Глеба будет завтрак для леди, а я буду завтрак для джентльменов. Хорошо. Прекрасно. Шот виски в подарок? Да. Ну там 20 грамм. Нормально. Нормально. Да. После вчерашних баров это самое. Не снимай. Это самое оно. И шотик. И виски. Все. Две порции выносим. Там и для леди. И для леди тоже? Да. Давай. Давай. Если честно, я впервые завтракаю в ирландском пабе. Ну вот то, что виски дают на завтрак, это похоже на ирландский паб. Устрицы? Устрицы по 45 гривен. Так мы завтракаем, а не ужинаем. Все. 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 Устрицы на ужин. Судя по компашке сзади, вчера бары были не только у меня. 7.40. Я не шучу. 7.40. Люди завтракают пивом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, друзья, у меня здесь очень аппетитно. Ай, с дымком пахнущее сосиски. Салатик, два яйца и картофель фаршированный беконом, насколько я понимаю. Толстый. Ну и, конечно же, супня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Яичницу не испортили. Ну, как бы, яичница. Глазунья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гранола, сырники, мед, варенье. Судя по всему, тебе вкусно. Да. И вот Глебу вкусно. И вот им вкусно. И вот им вкусно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, знаешь, что прикольно? Мы приехали сюда, там, без чего-то восемь. Сейчас восемь двадцать. Мы сидим на Дерибасовской, и видно, как город начинает оживать. Как подъезжают машины, появляются посетители, начинают ходить люди, туристы ходят. Это прикольно. Прям на твоих глазах просыпается город. Хорошо. Казалось бы, самый обыкновенный состав ингредиентов. Сосиски, яйцо, картошка, салат. Но вместе прям вот идеальный завтрак. Мне, мне хорошо. Я начинаю оживать. Друзья, не вижу смысла делать какие-то выводы об Одессе. Уже давным-давно классики сказали. Одесса – жемчужина у моря. И лучше ничего не скажет. А вы, пожалуйста, приезжайте и посмотрите на все это дело своими глазами. Ведь если мы хотим, чтобы Украина стала туристически привлекательной, мы сами должны по ней путешествовать. Все. Увидимся в следующем городе. Подписывайтесь, ставьте лайки, бла-бла-бла-бла-бла. Пока. А, друзья, конкурс. Смотрите, Эзенштейн на лестнице. Снял броненосец Потемкин. И поэтому лестница Потемкинская. Но и мы сняли там кино. Как оно должно называться, это кино, и как впоследствии будет называться лестница? Ну, хотелось бы. Хотелось бы, чтобы кино было такое же масштабное, как у Эзенштейна. Короче, пишите свои варианты. Лучшему будет приз. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok